МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Карагандинской области появятся консультанты по государственно-частному партнерству. На очередном аппаратном совещании в областном Акимате шла речь о развитии ГЧП. Назарбаев интеллектуальную школу посетили профессора Российского университета дружбы народов. Гости встретились со школьниками, студентами и преподавателями Караганды. Чарующие звуки дамбры звучали со сцены концертного зала «Шалкма». В Караганде прошел музыкальный фестиваль, посвященный 80-летнему юбилею Даулетпека Садвакасулы. В Карагандинской области появятся консультанты по ГЧП. Об этом заявил руководитель управления экономики. На очередном аппаратном совещании шла речь о развитии ГЧП. В ближайшее время в Карагандинской области планируется реализовать 18 проектов в рамках государственно-частного партнерства. Общая стоимость проектов составит 24 миллиарда тенге. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил руководитель управления экономики Ораз Таурбеков. В целом по области сформирован пул. На сегодняшний день в него включено 68 проектов. Значит, вот по отраслям здесь на слайде они представлены, по 12 отраслям и направлениям. Из них в ближайшей перспективе планируется реализация 18 проектов на 24 миллиарда тенге. В том числе пять проектов после утверждения бизнес-планов к проектам ГЧП будут вынесены на рассмотрение ближайшей сессии Маслихата для включения их в перечень местных проектов ГЧП. Значит, сюда вошли детские сады. Вот два в Садпаеве эксплуатация спорткомплексов. Ужет и Тэквондо в Караганде, Жисказгане и обучение госязыку. В связи с тем, что растет интерес частных лиц к Институту государственно-частного партнерства, возникла необходимость в консультативном сопровождении. В настоящее время решается вопрос оплаты услуг консультантов, которые будут оказывать помощь в разработке конкурсной документации, проектов договоров и сопровождении при переговорах. Также планируется создать специальные комиссии. Для реализации системного подхода в этой работе, в соответствии с правилами планирования и реализации проектов ГЧП, методикой определения стоимости по консультативному сопровождению проектов ГЧП, управлением был разработан проект постановления об утверждении стоимости человека-часа по консультативному сопровождению, который проходит в настоящее время согласительные процедуры. Кроме того, в целях единообразного подхода разработан проект распоряжения о создании комиссии для определения частного партнера под председательством курирующих отдельные вопросы заместителя Акимов и в составе заинтересованных государственных органов. Консультативное сопровождение может понадобиться крупным проектам, таким как строительство областной многопрофильной больницы в Караганде и установка цифрового медицинского оборудования. Торжа Адлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Роль медиации в разрешении правовых конфликтов обсудили в Шахтинске. Семинар прошел по инициативе учреждения Когамдах Келесым аппарата Акима Карагандинской области с целью усиления потенциала общественных медиаторов развития и популяризации института медиации в регионе. Медиация сегодня становится актуальным инструментом урегулирования споров. Ее центральное звено – Ассамблея народа Казахстана – стало эффективным институтом межэтнического взаимодействия, отметили участники семинара. Все мероприятия Ассамблеи направлены на реализацию государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства. На сегодняшний день, наверное, по всей той ситуации политической, которая происходит у нас в мировом масштабе, дает очень много. Мы знаем Ассамблеи народа Казахстана, наш Елбасы, президент Руслан Абишич Назарбаев. Все казахстанцы, как медиаторы мира, несущие безъядерную тишину, несущие, знаете, именно то миролюбие и человеколюбие, которое на сегодняшний день так необходимо всем нам. Семинар состоял из двух частей. Вначале участники выступили со своими предложениями для того, чтобы задать актуальность в теме дискуссии. Во второй части семинара интересным было выступление профессионального медиатора на тему «Медиация – эффективный способ укрепления стабильности и консолидации казахстанского общества». Также шла речь об истории формирования и создания института Биев и те основные компоненты, которые можно использовать в работе по развитию этого института. «Очень много мероприятий, семинаров, тренингов проводятся в этом направлении. И на сегодняшний выездной семинар тоже является таковым. Цель именно мероприятия – это то, чтобы развить свой пол профессиональных медиаторов и также на месте разрешать споры». Также решались ситуационные задачи для практического освоения медиативной техники. На заседании обсуждалось и новое послание президента страны. В нем глава государства определил основные задачи, которые предстоит реализовать. В конце мероприятия слушателям вручили сертификаты. Андрей Дэн, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Назарбаев интеллектуальную школу посетили профессоры Российского университета дружбы народов. Гости встретились со школьниками и преподавателями города. Организатором мероприятия является Управление образования Карагандинской области. Участники мероприятия в первую очередь поделились своими идеями, которые касаются воспитания. Профессоры обсудили влияние современных образовательных процессов на становление личности молодого поколения. В своих словах они также уделили особое внимание статусу педагога. То есть, действительно, многие ценности, они как бы на поверхности, но мы больше о них говорим, а все-таки нужно, чтобы мы, как педагоги, носили эти ценности в себе и через действия свои демонстрировали. Поэтому я думаю, что статус педагога будет действительно, это и закон, именно как на весах. Это когда и свобода, и ответственность, они будут действительно это балансировать. Встреча прошла в свободном диалоговом формате. Спикеры рассказали о своем опыте, о том, что и как повлияло на их воспитание и становление личности. Один из спикеров, профессор Владимир Синячкин, в нашем регионе уже не в первый раз. В свое время он побывал в Балхаше, Каркаролинске и также встречался с местными педагогами. Когда мы перешли на образовательную услугу, мы потеряли этот статус, потому что к учителю относятся так же, как и к продавцу какого-то магазина, что он якобы что-то продает. На самом деле учитель никогда ничего не продает. Он, во-первых, через свои предметы погружает ребенка в процесс воспитания, любви к своей культуре, в частности, на языковых занятиях, любви к своей культуре, определение национальной идентичности. Во время встречи спикеры также обсудили текущие проблемы, с которыми сталкивается молодежь. А молодые участники мероприятия, в свою очередь, получили ответы на все волнующие вопросы. Мульдир Нурлан Кзе, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде прошел музыкальный фестиваль дамбристов. Мероприятие посвящено 80-летнему юбилею выдающегося музыканта и заслуженного деятеля культуры страны Довлетпека Садвакасулы. Казахский народ издавна умел передавать свои сокровенные мечты и чаяния в стихах и в мелодиях. Так и на фестивале известные кюши старались донести через звуки дамбры многогранный мир произведения Довлетпека Садвакасулы. В мероприятии приняли участие 15 дамбристов со всей области. Один из них – Ансар Искак. Несмотря на свой юный возраст, он является победителем многих республиканских конкурсов. По словам Ансара, к фестивалю он готовился около месяца. Я играю на дамбре уже 7 лет. Сейчас учусь в специализированной музыкальной школе-интернате. В день по 5 часов я занимаюсь с учителями. Участвуя в таких мероприятиях, я беру уроки у других исполнителей, тем самым набираюсь опыта. Мой дед мечтал, чтобы я стал выдающимся дамбристом. Поэтому я выбрал этот путь. Хочу исполнить его мечту. Довлетпекс Адвакасулы родился в селе Жастерек Шетского района. Он с 7 лет увлекался дамброй. Его произведения, как «Аралбайбаба», «Куанэ», широко известны внутри страны. Довлетпекс Адвакасулы неоднократно выпускал собственные альбомы. Про него были сняты множество документальных фильмов. После выхода на пенсию он окончательно решил заняться национальным искусством. Его сын Кайрула Адвакасов является достойным преемником своего отца. Я являюсь руководителем центра «Щертпекюи». Наша главная задача – донести национальную культуру и искусство до молодежи. В центре работают не только музыканты, но и историки, и ученые, которые также трудятся во благо развития национального искусства. Мы проводим встречи и беседуем со студентами музыкальных школ и высших учебных заведений. Меня радует то, что молодые люди очень заинтересованы в обучении дамбры. По окончанию фестиваля всем участникам были вручены благодарственные письма. Напомним, в этом году на малой родине музыканта также прошел республиканский фестиваль «Кью-Кирюэн». В нем приняли участие 19 исполнителей со всей страны. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде, Тимиртау и Шахтинске выступил образцово-показательный оркестр и солисты ансамбля «Песни и танцы» Национальной гвардии Республики Казахстан. Выступление было организовано для личного состава войсковых частей Карагандинского гарнизона. На сцене концертного зала «Дома дружбы» прославлены образцово-показательные оркестры Национальной гвардии Казахстана. В репертуаре коллектива самые разнообразные произведения и казахские народные, и песни современных исполнителей, а также произведения советских композиторов. В течение двух дней военные артисты выступали в войсковых частях Национальной гвардии Карагандинской области. Главная цель – военно-патриотическое воспитание молодежи. Сердцевиной всех политических, экономических модернизаций является модернизация общественного сознания. Одним из условий модернизации общественного сознания – это сохранение истории и культуры нашего народа, национального ГОК-кода. Музыка всегда в нашем народе была, значит, одним из важнейших особенностей, черт нашей культуры. И в воинской службе музыка тоже играет важную роль. Среди зрителей – военнослужащие подразделения регионального командования Орталык, члены их семей, а также кадеты военных школ и допризывная молодежь. Стоит отметить, что оркестр известен далеко за пределами страны. Творческий коллектив не раз принимал участие в различных международных конкурсах. И вот уже седьмой год подряд Оркестровый Центр Национальной гвардии организовывает свой международный музыкальный фестиваль. Военно-оркестровая служба Национальной гвардии проводит единственный, можно сказать, в Центрально-Азиатском регионе военно-музыкальный фестиваль «Аскерикерни». Уже в этом году прошел он седьмой раз. Он имеет статус международного. Уже участвует у нас не первый год военный оркестр Китая, России. На следующий год уже изъявили желание, можно уже сказать смело, семь стран. То есть Турция, Азербайджан, Узбекистан, не считая уже Китая и Россия. Праздничное мероприятие завершилось награждением участников благодарственными письмами от учреждения Кохамдек-Келесем аппарата Акима Карагандинской области. Также от имени командующего региональным командованием Орталык грамоту вручил заместитель командующего Савердин Эмиров. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся премьерный показ романтической комедии «Любовь. Вот истинный учитель» по пьесе испанского драматурга Лопе де Вега «Дурочка». На сдаче спектакля побывал наш корреспондент Сергей Высокосов. Карагандинский театр имени Станиславского никогда не обманывает ожиданий любителей театрального искусства. Каждый премьер – это праздник и для зрителей, и для актеров. Не случайен выбор и премьерного спектакля «Дурочка» испанского классика драматургии Лопе де Вега. Ведь любовь вечно, и она может творить чудеса. Лопе де Вега создал более двух тысяч пьес, но до наших дней сохранилось 426. Дерзкий в жизни, он свою неуемность передает и зрителям. Если есть двое, уже есть сюжет. А когда появляется третий – это уже интрига. Поэтому всегда интереснее решать ситуацию, когда есть интрига. Но еще интереснее становится, когда в этом треугольнике появляется еще и четвертый главный персонаж – Лесео, который путает всем карты. Художник-постановщик спектакля Елена Ким, как всегда, лаконично в сценическом оформлении. Это дает зрителю возможность самостоятельно фантазировать на тему испанских страстей и любовных интриг. Режиссер-постановщик спектакля Александра Большакова точно расставила комедийные акценты в общем-то серьезном повествовании о выдаче замуж двух дочерей в семье Октавио. Спектакль не просто лавстори. Сама пьеса – блестящий образец комедии, плаща и шпаки. Режиссер вместе с актерами, вслед за великим испанцем Лопе де Вега, выступает в защиту любви за право выбора. Интересен актерский ансамбль. Вместе с получившими признание артистами, зрители радуют своей игрой молодые исполнители. Это Алена Волох, Светлана Кройтер, Оксана Игнатенко, Светлана Федоренко, Андрей Белавин, Денис Цветков. Ребята, которые играют главные роли, они молоды, они также молоды, как их персонажи, поэтому это очень близко ребятам. И я очень надеюсь, что зритель, который придет смотреть в наш театр, да, Лопе де Вега, «Любовь, вот истинный учитель», каждый для себя возьмет что-то особенное. Все клубки любовных путаниц будут распутаны, и любовь в союзе с разумом подарят всем надежду на счастье. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова